Рабочая поездка на восток округа состоялась. Глава региона Александр Цибульский посетил отдаленный поселок Усть-Кара. Итоги работы и планы на предстоящий год. Члены регионального отделения Общероссийского народного фронта провели ежегодную отчетную конференцию. Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Ирины Нежалова. Глава региона Александр Цибульский побывал на востоке округа с рабочим визитом. В минувшую пятницу временно исполняющий обязанности губернатора округа вместе с руководителями профильных департаментов и органов власти посетил самые отдаленные поселки региона. Первой остановкой стал поселок Усть-Кара. Подробнее о поездке расскажем в нашем следующем сюжете. На снегоходах и волокушах делегацию везут к фельдшерско-акушерскому пункту. Медсестра ФАПа Павла Лавыгина проводит экскурсию по медучреждению. Глава региона интересуется, налажена ли в поселке связь с телемедициной. Как оказалось, работе с оборудованием обучен не весь персонал. Это же для чего-то здесь стоит. Телемедицина должна постоянно работать с учетом вашей специфики. Ну вот сейчас писать, если пришел кто-то, и вы не знаете, что делать с какой-то болезнью, вам надо связаться. Мы обязательно связываемся со специалистами. Ну давайте, свяжемся. Нет, по телефону, просто связываемся, разговариваем. Продолжая осматривать фельдшерско-акушерский пункт, Александр Цибульский затронул тему лекарственного обеспечения. Медсестра заверила, что трудностей с поставкой медикаментов нет. Но есть проблема с обеспечением маленьких жителей Усть-Кары молочными смесями. Об этом при встрече с главой региона рассказала одна из местных жительниц. Мы ходили в начале 3 ноября на прием с маленьким ребенком. Мы не получили до сих пор этого питания. 3 ноября, прошло 3 недели почти. Уже больше 2 недель. У меня ребенок голодает. Мы ходим по поселку и попрошайничаем. А подкормки нам еще рано. Как выяснилось в ходе разговора, с этой проблемой молодая мама никуда не обращалась. Александр Цибульский поручил руководителю департамента здравоохранения Ненецкого округа Сергею Свиридову решить вопрос с обеспечением усть-карцев детским питанием. Вот сейчас Сергей Анатольевич, наш руководитель департамента здравоохранения округа и социальной защиты, он сейчас вам оставит свои контакты и все по этим вопросам отработает. А вам надо как-то посмотреть, чтобы все-таки запас детского питания, вы же знаете, сколько у вас детей новорожденных, но какой-то запас был. Не только был, ну не знаю, если это проблема с какими-то нормами в округе, значит надо по ним посмотреть, чтобы была возможность сделать какой-то запас. Но это же нельзя, если действительно там дети голодают. Куда лучше обстоят дела с обеспечением населения товарами первой необходимости. В магазине карского потребительского общества довольно широкий ассортимент продукции. Это отметили все делегаты. Расплатиться за покупки можно банковской картой. Откуда вы становитесь? В основном с Кирова. Всю продукцию берем с Кирова. Молочка, колбасы, сосиски, все это с Кирова. Фрукты, ловище у нас все с лоркуты. Еще один социальный объект, который осмотрела делегация округа – поселковая школа. Часть кабинетов нуждается в обновлении оборудования, в том числе кабинет информатики. Недостаточно оснащены кабинеты физики и химии. Осмотрел глава региона и новый детский сад, построенный на средства нефтяников. Просторные группы, современное оборудование, новые игрушки – все, о чем мечтает каждый дышкаленок. В рамках рабочей поездки в Усть-Кару глава региона встретился и с населением. Жители поселка говорили о необходимости строительства нового жилья. О развитии своего бизнеса Александру Цибульскому рассказал начинающий бизнесмен из Усть-Кары Павел Белорусов. «Индивидуальный предприниматель в моем лице будет отправлять нашу Ревуку в Россию путем через Воркуту, железной дорогой. У нас такие партнеры, как Киро, 100 тонн налаги хоть и хочет. Также Белгород, также Котлас, Архангельск. И в этом году мы планировали в Нарьенмарк закинуть порядка 20 тонн». Временно исполняющий обязанности губернатора округа поддержал идею начинающего предпринимателя и поручил руководителю профильного департамента рассмотреть возможность оказания поддержки сельским предпринимателям на транспортные издержки. Частная инициатива карских рыбаков обеспечивает работой 15 жителей поселка, а жителей НАУ и других регионов России свежей рыбной продукцией. О результатах работы и планах на предстоящий год. Члены регионального отделения Общероссийского народного фронта провели ежегодную отчетную конференцию. В ней приняли участие активисты, эксперты, лидеры общественных организаций, представители органов исполнительной и законодательной власти региона. В ходе конференции подвели итоги реализации приоритетных проектов ОНФ за 2017 год и озвучили ряд предложений и рекомендаций в адрес окружной власти. Самое пристальное внимание в 2017 году активисты регионального отделения ОНФ обратили на проблемы Ненецкого округа в сфере экологии. Всероссийский проект фронтовиков, генеральная уборка и действующая в рамках проекта интерактивная карта свалок, по мнению активистов, показали свою эффективность. Жители региона активно включились в процесс выявления нелегальных мусорных свалок и объектов накопленного вреда. На карте они отметили более 180 горячих точек. Это очень актуально для нашего округа, потому что у нас большая территория и в принципе даже у органов государственной власти нет возможности знать, где что происходит. И в этой связи помощь жителей, она не просто нужна, она крайне необходима, потому что без нее решения этих вопросов быть не может. Гимна жителей была довольно-таки высокая. У нас, например, в Андерме один из жителей поселка Андерма отметил около 50 объектов только на карте свалок. Всего же неравнодушные жители Андермы нанесли на интерактивную карту свалок 67 точек. По словам активиста ОНФ Андрея Николаева, проблема накопленного экологического вреда характерна и для других уголков Неницкого округа. Речь идет о заброшенных объектах военной инфраструктуры, геологоразведки, метеостанций и других видов хозяйственной деятельности. То есть, вот, например, поселок Полярный, восточный Варандея, до сих пор остались емкости огромные, остались брошенные живые помещения, склады, железо, трубы, техника. То есть, такого очень много. На реке Адзве находится огромное нефтехранилище, порядка 16 емкостей, ну, четырехэтажный дом. По словам Андрея Николаева, задача активистов ОНФ – показать обществу и власти, что хрупкая природа Арктики сегодня нуждается в очищении, ликвидации того ущерба, который нанесла и деятельность человека. По информации представителя Департамента природных ресурсов Сергея Чибисова, с 2011 года решается вопрос о включении Амдермы в реестр объектов накопленного экологического вреда Минприроды. В случае положительного решения регион сможет рассчитывать на федеральные субсидии. Один из основных критериев – это, собственно, разработка наличия проекта, утвержденного прошедшего экспертизу по ликвидации объектов накопленного вреда. Мы идем на это, идем на затраты для того, чтобы нам в этом плане было возможно получить деньги федеральные. Еще одна глобальная проблема Неницкого округа – нелегальные полигоны твердых коммунальных отходов во всех населенных пунктах. Сегодня в Неницком округе до сих пор нет четкой стратегии по обращению и утилизации мусора. По словам Сергея Чибисова, в следующем году предстоит рекультивировать свалку в Наринмаре и разработать проектно-сметную документацию на рекультивацию свалки в поселке Искателей. Вопросы экологии остаются на контроле активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта. Ирина Цепетова, Леонид Жишелов, Телеканал «Север». Памятная дата в истории Неницкого округа. 20 ноября в регионе отмечают День памяти участников Олена транспортных батальонов Великой Отечественной войне. Сильнейшие среди музыкантов, воспитанники школы искусств, привезли сразу несколько высоких наград с международного конкурса исполнителей инструментальной музыки «Серебряный камертон». 20 ноября в Неницком округе отмечают памятную дату – День памяти участников Олена транспортных батальонов Великой Отечественной войне. Этой странице в истории войны и округа посвящены книге, напечатана не одна газетная статья, снят фильм и поставлен спектакль. А в 2012 году в Наринмаре установили памятник, увековечивающий подвиг жителей Заполярья. Такие песни плачу пели в тундре по тем, кто не смог вернуться на родную землю. Великая Отечественная война затронула каждый уголок страны. На территории Неницкого округа военные действия не велись, но мужчины шли на фронт частыми рядами. Среди них и участники оленотранспортных батальонов. 600 оленеводов, 6 тысяч оленей и собаки. Их мобилизовали для нужд Карельского фронта. В течение двух лет они стали незаменимой поддержкой для Красной армии. Уникальные люди, которые доказали своим подвигам о том, что нам под силу все. Сложнейших условий. Казалось бы, без всяких каких-то новейших технических и технологических устройств они своим жизнью, своим подвигом доказывали, что мы добудем победу любой ценой. Еще раз слава героям. С помощью оленбатальонов с линии фронта и из глубокого тыла противников было вывезено более 10 тысяч раненых. Перевезено 8 тысяч бойцов и 17 тысяч тонн боеприпасов. Эвакуировано 162 самолета. Также оленные упряжки в условиях бездорожья использовались для связи. Из шести сотен бойцов оленбатальонов домой вернулись только две трети. 234 жителя округа погибли. У мамы моей старший брат, Ордеев Матвей Иванович, погиб. И мы до сих пор не знаем, где он похоронен. Поэтому это горестный день. И вместе с тем большая обязанность сохранить, чтобы сохранить память о них. Сегодня в регионе работают объединения и клубы по поиску мест захоронений солдат. Установки памятников участникам Великой Отечественной войны и просветительской работе с подрастающим поколением. Именно эти неравнодушные жители округа и стали инициаторами памятника, установленного на Аллее Славы в 2012 году. Этот памятник имеет большое философское значение. Если посмотреть на него, то вы прежде всего увидите нашу священную птицу Ворон. Мало кто на него обращает внимания. Птица Ворон дает знак нашим оленеводам, что они должны вернуться домой. На сегодня это пока единственный памятник в России, установленный подвигу олен батальонов. Валентина Чибичек, Антон Водряков, Телеканал «Север». Сохранение родных языков и культуры малочисленных народов. В Санкт-Петербурге открылся первый Всероссийский съезд учителей родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. На протяжении четырех дней они будут обсуждать актуальные проблемы, делиться успешными практиками и разрабатывать новые способы сохранения родных языков. Ненецкий округ на съезде представляет делегация из семи человек, в том числе наш корреспондент Мария Владимирова. Сегодня в Санкт-Петербурге на базе РГПУ имени Герцена открылся первый Всероссийский съезд учителей родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Отмечу еще раз, что он проходит в первый раз. В работе съезда принимает участие около 350 человек из 30 субъектов Российской Федерации. Среди участников делегатов из Ненецкого автономного округа семь человек. Это такие известные люди, как Матрена Ивановна Талиева, Людмила Талиева, Анна Салентьева, Наталья Латышева и другие. Участников съезда очень много, и многие приехали в своих национальных костюмах, которые говорит на их языке, рассказывает, преподносит историю, достаточно интересно общаться с этими людьми. И каждый говорит о том, что проблема исчезновения языков, она действительно существует. И этот съезд призван выработать единые механизмы, как все-таки убедить эту проблему всем вместе. Воспитанники школы искусств привезли сразу несколько высоких наград с 12-го международного конкурса исполнителя инструментальной музыки «Серебряный камертон». Он состоялся в Санкт-Петербурге. Они стали сильнейшими среди музыкантов со всей страны, от Калининграда до Дальнего Востока. Возможность показать свой талант юным музыкантам подарила компания «Зарубежнефть. Добыча Харьяга». С лучшими исполнителями России на тонком музыкальном языке удалось пообщаться и нашей съемочной группе. 11-летняя Ульяна Забнина исполняет музыкальную бонбоньерку Мошелеса. С этим произведением девочка выступила на престижном международном музыкальном конкурсе «Серебряный камертон» и стала лауреатом первой степени. Было очень строгое жюри. Оно оценивало очень строго. А что тебе сказали после выступления? После выступления меня поблагодарили, сказали спасибо. Не ожидала. Но я очень благодарна своему учителю, который меня к этому подготовил. Сидел над каждым тактом со мной. Я очень благодарна Елене Юрьевне. Труд педагога высоко оценила и жюри конкурса. Елену Казицыну наградили отдельной грамотой за высокий уровень педагогического мастерства. А сама исполнительница получила специальный приз. Еще одной высокой наградой копилку школы искусств пополнил ученик профкласса по фортепиано Георгий Шподарук. В музыкальной битве молодому человеку предстояло сразиться не только с учениками музыкальных школ, но и студентами средних и высших учебных заведений. В итоге Георгий стал лауреатом третьей степени. Это очень серьезный конкурс, поскольку именно он инструментальный. То есть нет хореографии, нет циркового искусства. Именно инструментальный конкурс жюри достаточно строго оценивало. И было достаточно трудно занять какие-то вершины и призовые места, поскольку дети были очень сильные из Москвы и Санкт-Петербурга. И было нелегко, но все же у меня третье место. Битва на серебряном камертоне шла сразу по нескольким направлениям и возрастным категориям. Пока Георгий покорял игрой на рояле жюри, в это время рвал струны второклассник Ярослав Ковязин. Он тоже стал лауреатом третьей степени в младшей возрастной категории среди гитаристов. Да, боялся, но когда пришла очередь играть в третье произведение, почувствовал, что успокоился. Действительно, спокойствия на этом конкурсе требовалось много. Возможностей для репетиций практически не было. На подготовку к выступлению давалось лишь две минуты. Но, несмотря на такие сложности, еще одной воспитаннице музыкальной школы, Арине Дьяновой, удалось добиться сразу двух наград. Среди пианистов она стала серебряным призером, а по народному вокалу завоевала звание лауреата первой степени. Ну, мне с детства была тяга к этому. Очень любила именно такое заводное что-то, чтобы там, ах, топнуть ножкой, хлопнуть ручкой. И, в принципе, с детства мама это заметила. И поэтому я занималась с пяти лет, занимаюсь народным вокалом. В номинации конкурса «Академический вокал» диплом участника получил дуэт Лианы Айвазовой и Марии Санниковой, преподавателя Натальи Чичуевой. Девчонки получили на серебряном камертоне диплом участников, но не расстраиваются. Говорят, это конкурс – ступень к будущим музыкальным победам. Каждый конкурс мне всегда дает огромный опыт, потому что через это мы преодолеваем огромные пути, которые нам помогут в нашей жизни. Я считаю, что этот конкурс нам дал понять, что перед выступлением не нужно волноваться, накручивать себя, что все, я не смогу, у меня там не получится. И тогда вообще все получится. Уже все получилось. Ведь наших юных музыкантов на конкурсе «Серебряный камертон» высоко оценили народные артисты России, педагоги Санкт-Петербургской и Московской консерватории, Российской академии имени Гнесиных. Но главная награда, как считают сами воспитанники школы, это возможность выступить на большой сцене и получить бесценный опыт. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Наши новости можно увидеть на сайте www.drksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует.